Уважаемые цисты, сегодня такой необычный день. Сегодня 26 ноября 2015 года. Это день, годовщина освобождения, 72-я, нашего города Гомеля от немецкого множественных захватчиков. 72 года назад все было совершенно по-другому. Гомель, он был фактически стерт с лица земли. Оставалось лишь несколько домов, потому что весь жилой фонд был разрушен. И если до войны население Гомеля составляло 150 тысяч человек, то 72 года назад это было только 15 тысяч человек. Обездоленных, голодных, нютящихся в каких-то таких вот сооружениях, которые можно было сооружить, если можно было назвать, землянках, жилищах оставшихся, изножденных, где не работали магазины, не было никого ни со складом служивания. Было очень холодно. И вот, тем, два года назад, наш Гомель освободили, это был огромный подвиг народа. И мы должны помнить о том подвиге народа, о тех жертвах, которые наше поколение предыдущее, не использовали для того, чтобы мы сегодня могли жить, и ходить по таким замечательным улицам, где есть какие-то красители, которые строятся, как стоят университеты, стоят живые дома, когда в каждом доме есть вода, тепло, есть магазины, в которых есть продукты, есть медицина, есть лицейн, который вот нас с вами, значит, тут формирует. То есть есть страна, есть перспектива, есть будущее, есть мир, значит, как вы говорите. Нет страданий и тяга от войны. И поэтому сегодня вот мы говорим о памяти исторической. И хранителями этой памяти, истории развития общества являются музеи. Поэтому мы гораздо поговорим. И тема нашей конференции – это музеи Гомельщины, хранители истории народа. Мы должны знать наши музеи, мы должны знать нашу историю, мы должны извлекать исторический опыт из тех ошибок, которые делала цивилизация наша. Дабы наша жизнь была лишена страданий, была преисполна счастьем, смыслом. Поэтому мы начнем нашу конференцию. Я предоставляю слово Галинине Семеновне. Уважаемые ребята, традиционно 26 ноября мы проводим конференции ученические. Но мы больше проводили конференции, связанные с историей войны. И вот в этом году решили провести конференцию нового плана. Эта конференция связана с музеями города Гомельщины. К сведению, в Белоруссии 134 музея и 54 филиала. И, наверное, любое государство и крупные города могут похвастаться уникальными собраниями произведений культуры. И достойное место среди этих музеев занимает Ветковский музей народного творчества. И вашим вниманием мы предлагаем пробу нашу такую. Это первая проба учеников 10-х классов конференция. Пожалуйста, принимайте их внимательно. Мы засорили суетой и головы, и души. И видим, слышим только то, что жаждем видеть, слушать. И все идет наперекос, и жизнь копейкой стала. Забот и дел немерят воз, а нам все мало, мало. И только охаем криктим, а жизнь все хуже, хуже. А расстаться с возом не хотим, и напрягаем души. А нам понять бы навсегда, чтоб не забыть о многом. На свете есть одна беда — не повстречаться с Богом. В 1987 году в Ветке открылся музей народного творчества. Уникальная коллекция и своеобразная экспозиция, объединившая разнообразнейшие предметы. От древних икон и книг до современных узорных рушников привлекают многочисленных туристов. Основатель музея — Федор Григорьевич Кляров. Уроженец и житель Ветки, страстный пропагандист и почитатель местной культуры. Город Ветка. Его основали в 80-х годах 17 века. Русские староверы на землях Мозырского воевода Халецкого в пределах Речи Посполитой в 15 верстах от русской границы. Здесь осели нежелавшие принимать новые обрядности выходцы из множества российских губерний. Ветка стала для старообрядцев новым духовным центром своеобразной столицы. В XVIII веках вместе с прилегающими слободами, монастырями и скитами Ветка являлась центром религиозного раскола. Уже в 30-е годы XVIII столетия здесь проживало около 40 тысяч человек. В XVIII веке в Ветке сформировались местные особенности иконописи и оформления рукописной книги. Сложилась самобытная школа резьбы по дереву с золочением, бисерного шитья. Здесь на Ветке собирались книжные сокровища и создавались украшенные рукописи. В коллекции музея памятники XVI и XX веков. Вся книга – это сад райской премудрости. Цветущая Ветка – основной мотив ветковского книжного орнамента. Он наполнен пением, буквами, между буквами текста – древние ноты, крюки. Уникальны старопечатные книги, издания Ивана Федорова и Петра Мстиславца, андроника Тимофея Невежи и все роды Горобурды. «Дома на Ветке принято украшать очень красивой резьбой», – писал этнограф Абрамов в начале XX века. Растительный орнамент резьбы был принесен, скорее всего, также старобрядцами, бравшими узоры из старинных рукописных книг. Ветковский стиль пришелся по сердцу народным мастерам всех конфессий. И сегодня дома ветковчан, украшенные резьбой, притягивают взгляды. «Дома» как бы перетекает в сад и разговаривает с природой на ее языке. Удивительные произведения белорусских традиций узорного ткачества. Самая яркая коллекция из Неглебки. Ремесло изготовления знаменитых неглебских рушников, являющихся культурным наследием и достоянием Гомельщины, принесло некогда известность Ветковскому району. Придать второе дыхание этому уникальному мастерству взялись в Неглебской средней школе. Собрание ритуальных рушников около тысячи узорных тканей уникальны по разнообразию традиций. За годы деятельности Ветковский музей, имеющий статус художественного, превратился в региональный центр исследований традиционной культуры. Сегодня фонды насчитывают около 8 тысяч экспонатов. Многие из них уникальны, и это в первую очередь иконы. Что поражает человека, впервые переступившего порог православного храма? Это обилие икон. Почитание икон — это же не просто благочестивая традиция или наследие культуры, а зримое выражение самой сути православия. Редкий человек, хотя бы одна, чтобы бывав в храме, не восхитится его красотой и тем удивительным миром, который ему неожиданно откроется, и столь непохож на мир за церковной стенами. По законам Софии, при мудрости Божьей, как бы ни был прекрасен храм снаружи, его самая главная красота — внутри, потому что христианство всегда ценит внутреннюю красоту более, чем внешнюю. А счастье ходит вместе с красотой, не знающий прекрасного несчастья. И потому расстанься с суетой, настройся на лазурь, ты в этом властен, понуть себя хотя бы на первый шаг. Вдыхай уединение полной грудью, всегда несчастна пошлая душа, и от себя бежит на многолюдие. И никого не нужно обвинять, что жизнь порой тоскливая ненастья, покуда тучи солнцу не сиять, покуда страсти не согрели счастье. Но если бы сказали не солгу, или счастье, или красота с напастью, отдал бы счастье первому врагу, быть с красотою более, чем счастьем. Хорошо перед иконой молча постоять, без молитвы и поклонов, внешнему вечному внимать, суе мудрый ум пристань, сердцем воевать, и в ночи куда-то канет, помышлений рать. Ничего душа не просит, все и так поет, только заревая просит, утро в келью вьет. Ничего душой не надо, если близок тот, от которого лампада тихий свет несет. Особое место в культуре народов славянских стран принадлежит иконописи Беларуси. В ней традиции Византии и древнерусского искусства соединены с особенностями западноевропейского искусства. Слово икона пришло к нам из греческого языка, где оно обозначает образ. Каждая икона являет нам образ святого, который при жизни сделал все образом Божиим, достиг обожествления. Глядя на иконы, мы замечаем, что они пишутся по канонам, правилам, которые отличаются от тех, по которым создаются обычные картины. На иконах люди не изображаются реалистически. На иконах святые не изображаются в профиль, всегда лицом к нам. Это потому, что каждый человек, достигший богоподобия, обращен лицом и к Богу, и к людям. Святой – это человек, который раскрыл свой потенциал во всей полноте, и который этой полнотой может делиться с людьми. Нет ни одной иконы, на которой не было бы надписи с именем святого. В древней церкви иконы не освящали. Всякая икона считалась сосвященной с того момента, когда на ней появлялась надпись. Некоторые иконописные каноны противоположны законам обычной живописи. В иконописи используется, например, обратная перспектива, когда из двух одинаковых величин больше изображается та, что находится дальше от зрителя. В обратной перспективе содержится указание на то, что многие явления, которые в нашем мире кажутся благими, для христианина вредны, и наоборот. К примеру, то, что людям представляется несчастьем и слабостью, смирение, кротость, нищета духа и другие качества, которые перечислены в заповеди блаженства, согласно Евангелию, являются тем путем, который должен привести нас в Царствие Небесное. Икона имела неотразимое влияние на дух во всех важнейших обстоятельствах жизни. Родится ли в семействе ребенок, меру возраста его писали о врасте заименитого ему святого. Умирает ли кто? В изголовье его зажигается свеча перед образом. Родители перед кончиной благословляют детей той же иконы, какой благословляли их предки. Она составляла наследственную святыню. Присутствие святых в доме поддерживало нравственный в нем порядок и благочиние, которые не осмеливались нарушить ни при каких обстоятельствах. Мир, сотворенный Богом, имеет образ, а потому изобразим. Искусство во все времена стремилось именно к тому, чтобы отразить созданный Богом мир. Но сам Бог не имеет образа. Два отношения к жизни, отраженные в стихотворной переписке Александра Сергеевича Пушкина и московского митрополита Филарета. Александр Сергеевич Пушкин писал. Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум. И томит меня тоскою однозвучный жизнешон. Митрополит Филарет отвечал. Не случайно, не напрасно, жизнь от Бога мне дана. Ум молчит, но сердцу ясно, жизнь от Бога мне дана. Не без воли Бога тайной и наказан осуждена. Сам я своей нравной властью зло из темных безд возвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенной мною. Просияй сквозь сумрак дум, и садишь деться тобою. Сердце чисто светил ум. Когда придется умирать, Душа начнет перебирать, На чем бы утвердиться. Тогда никто не будет мил. Когда уже не станет сил, Не плакать, не молиться. В потоке непрерывной лжи, Что называли словом «жизнь», Забрежет утешение. Не наши громкие слова, Не велихвальная молва, Полночное моленье. Когда при полной тишине, С иконами наедине, Благословенным часом, О целом мире забывал. Христовое имя призывал, Дышал сладчайшим спасом. Главный центральный образ Всего древнерусского искусства Образ Иисуса Христа. Спасы, как его называли на Руси. Спаситель, это слово абсолютно точно Выражает представление о нем христианской религии. Она учит, что Иисус Христос человек, И одновременно Бог и Сын Божий. Принесший спасение человеческому роду. Традиционно расположено на любом его изображении По обеим сторонам от головы Сокращенное его имя Иисус Христос. Также традиционно окружает голову Спаса нимб, Чаще всего золотой. Символическое изображение света, Света вечного, поэтому и обретающий Круглую, безначальную форму. Ним этот в память о принесенной им за людей Крестной жертве всегда расчерчен крестом. Нерукотворный образ или с вас нерукотворный Важнейший образец, которому следовали мастера Во все времена, пока существовало длиннерусское искусство. Легенда о нерукотворном образе утверждала Не только то, что это изображение было создано По воле Иисуса Христа, но и то, что она была создана Им в помощь страждущему человеку. Многочисленны были иконы, воспроизводящие Нерукотворный образ. Древнейший из них спас нерукотворный, Созданная в Новгороде в XII веке, Ныне принадлежащие Третьяковской галереи. Читаю притчи Соломона, Дыхание вечности ловлю И слышу сердцем встомленным, А злюбящие мя люблю. Душа словами возвратилась, Возревновала возлюбить И на себя оборотилась Измены горькие омыть. И верует, и не вмещает Любовь отцовскую к сынам, Владыка всячески взывает Тысячелетиями к нам. Лежу на спасовую икону, О всыновлении молю, Вбираюсь сердцем обновленным, А злюбящие мя люблю. Рядом с образами спаса В древнерусском искусстве Стоит образ Богородицы, Демы Марии, От которого воплотился Образ спасителя. В древнерусском искусстве Существует около 200 типов Икон Божьей Матери. И тверда вера у христиан, Что Божья Матерь является Неземной заступницей людей. Самый популярный тип изображения Богоматери – Богоматерь умиления. Предание гласило, что первые иконы Богоматери Были созданы еще при ее жизни, Что их написал один из апостолов, Евангелист Лука. Произведением художникова-евангелиста Также приписывалась Икона Богоматери Владимирская, Которая считалась покровительницей Руси. В центре икона располагается Поясное изображение Богоматери с младенцем-сыном на руках, Которая нежно прижимается К ее щеке. Изображение Марии и младенца В позах взаимного ласкания По-русски обозначалось Как умиление. Прижимая к себе правой рукой младенца, Левую руку просирает Нему Мария В жести моления, Пронзенная своей материнской скорбью за него, Она к нему же несет свою печаль, Своё извечное заступничество за людей. Способным разрешить материнскую печаль, Ответить на ее молитвы, Изображен младенец-сын. Его взгляде таинственно слились Детская мягкость и неизлечимая Глубокая мудрость. Очевидно, во многом благодаря любви К этой иконе Широкое распространение получил Сам тип умиления. Кроме изображения типа умиления, Многочисленными любимыми были Изображения богоматери с младенцем на руках, Которые назывались Адигитрия. Иногда Адигитрию называют Богоматерь Смоленская. Согласно летописному преданию, Древнейших из привезенных на Русь Адигитрии Находился в Смоленске. Сведения о времени появления на Руси Адигитрии Самые различные. Некоторые считают, Что этим образом греческий император Василий II Благословил свою сестру Анну На брак с киевским князем Владимиром. Потом по наследству она досталась Смоленскому князю Владимиру Мономаху, Который перенес ее в Смоленск. С того времени образ стал называться Смоленской иконой Божьей Матери. В 1395 году Литовский князь Витов Благословил свою дочь Софию На брак. После чего София перенесла икону в Москву. В 1812 году По приказу Кутузова Иконы вернули в Смоленск. В 1929 году В Смоленском Успенском соборе Богослужения были запрещены. И образ исчез. В 1941 году, Когда богослужения стали разрешены, Верующие не нашли образа. И он исчез. Матушка молча склонилась, Видно, просила душа. Матушка тихо молилась, Чтоб никому не мешать. О, приблагая царица, Дай донести, дотерпеть. Пусть ничего не случится С тем, кто взывает к тебе. Деток моих не остави, Трудной порой помази, Всякой обиды избави, Мимо беду пронеси. Тихое это моленье, Лампу, трескущий мороз, В окнах узоров искренье, Вот, что и с детства донес. Владимирская икона Божьей Матери Занимает совершенно особенное, Исключительное место в истории И духовной жизни России. На небосводе русской святости Она сияет, как звезда Первой величины в сонме Других чтимых богородичных образов. Художественное совершенство иконы, Созданное боговдохновенным Константинопольским иконописцем Первой, Третьей, Двенадцатого века, Глубина духовного содержания Образа не призойдены. Трудно сопоставимы Сохранившиеся от той эпохи произведениями. История православления Владимирской иконы уникальна. Богоматерь Владимирская Единственная древняя чудотворная икона, Сохранившаяся в оригинале, Со своим первоначальным именованием И со всеми историческими свидетельствами Ее почитания, Начиная с первых десятилетий Ее появления в Киевской Руси И до наших дней. От этого чудотворного образа, В отличие от других икон, Осталась основная, Самая значительная часть Драгоценного убранства, Золотые оклады. На Руси не являлось другого образа Божьей Матери, С которого было выполнено Столько копий, списков, Выполнено такое множество изображений В иконах с клемами. Сказания о ее чудесной истории, Миниатюрах рукописей И настенных росписях. В честь Богоматери Владимирской Были построены десятки храмов. Ее образы имелись почти каждой Городской и сельской церкви. Богоматерь Владимирская Это русский феномен. Ни в одной стране христианского мира Нет подобной иконы святые, Связавшие воедино Всевека русской истории, Жизнь всех духовных И светских правителей России, А также всех поколений людей В их любви к Божьей Матери И служении православному Отечеству. Пресвятая Богородица Владимирская Была и остается Ныне путеводной звездой Русской истории, Соединяющей века, Земли и сердца людей, Неравнодушных к Божественной истине И небесной красоте. Мы знакомы вас с наиболее известными видами икон. Покров Пресвятой Богородицы, Праздник православной церкви В памяти событий в Константинополе В середине X века. Шла война с сарацинами, Святой Андрей Ерозьевы Увидел на воздухе Божью Матерь С сонным святых, Молящийся о мире И распростерший свое головное покрывало Насажденным городом и народом. Эта икона Символизирует защиту всего народа Божьей Матерью. Одной из самых любимых икон Беларуси Является Казанская икона Божьей Матери. По сказанию о ней в Казани В 1579 году Девятилетней девочке во сне Явилась Пресвятая Дева, Повелевавшая разрыть землю Под сгоревшим домом И вырыть из нее икону. Девочка рассказала Об увиденном матери. Стали рыть землю, Но ничего не находили. Лишь когда девочка взялась за лопату, Икона была найдена. Она была передана В собор Святого Николая, Где в нее стали сотворяться чудеса. В 1612 году С казанским ополчением Икона была перевезена в Москву, Где стала предметом особого чествования. До 1710 года Икона находилась в Москве, А после была перевезена В Невскую Лавру, В Санкт-Петербург. В 1812 году Ее окончательно перевезли В новостроенный Казанский собор В Санкт-Петербурге. Икона представляет собой Написанную на кайфорисовой доске Поясное изображение Богоматери с Богом-младенцем, Простирающим руку Для благословения. АПЛОДИСМЕНТЫ История иконы Божьей Матери Тре-Ручицы связана с великим церковным философом, Богословом и поэтом Иоанном Дамаскиным. Он родился в городе Дамаске, Откуда и произошло его прозвище. Греческий император Лев Исава Издал эдикт, запрещавший иконопочитание. Дамаскин стал на защиту веры. Император Лев Исав послал дружеское письмо Халифу Дамаска, В котором под видом искреннего участия Указывал на святого Иоанна, Как на опасного заговорщика и изменника. Разгневанный халиф поверял Отлюбить Иоанна Дамаскину на руку, Писавшему предательское письмо, И повесить его на городской площади. Когда наступила ночь, Святой Иоанн закрылся в своей комнате, Упал перед образом без святой Богородицы, И, приложив осеченную руку к суставу, Стал со слезами молиться об исцелении. После молитвы он задремал, И во сне увидел Божью Матерь, Которая смотрела на него Светлой и милостью. «Вот твоя рука, теперь здорова», Сказала она. «Не скорби более, Испомни то, что обещал мне В молитве твоей». Проснувшись, Иоанн увидел руку свою здоровой. Только как свидетельство бывшего усечения На ней остался след, Видя кровавой нити, Благодарнующую исцелению, Он сделал из серебра кисть руки И приложил ее к иконе, Впоследствии отчего И стали называть икону Троеручица. Икона Божьей Матери, Называется Тихинской, Была написана апостолом Лукой И послана в Антиохию царю Феофиту. После смерти царя Икона была перенесена в Юрусалим, А в V веке в Константинополь, Где ее поставили во Флоренском храме. Но в середине прошлого века, Когда Тихин захватили фашисты, Образ Тихинской иконы был утрачен. Немцы вывезли ее из города И поставили в Свято-Троицкий собор Пскова, Который, когда немцы стали отходить, Икона была перенесена в Ригу, А после чего в Леопай, Где ее хранителем стал святой Иоанн. Перед смертью он завещал своему сыну Передать икону в Тихинский монастырь. 23 июня 2004 года Икона была перевезена в Москву. Чудотворная икона знамения Божьей Матери, Курская Карена, Относится к типу оранта, То есть молящиеся. Явление образа относится к XIII веку. Куряне принесли на ветку И особое почитание этого образа. Богоматерь изображена С молитвенно поднятыми руками. На груди ее диск, На котором изображен Иисус Христос. В 1995 году, В день праздника Рождества Пресвятой Богоматери, Некий муж из города Рыльска На берегу реки Тускари Нашел лежащую при корнях Большого вяза икону, Повернутую лицом к земле. Как только он поднял ее, Под иконой открылся источник воды, Существующий и по сей день. Икона оказалась богородичной, Типа знамения, Небольших размеров. Впоследствии на этом месте Был построен монастырский Соборный храм Рождества Богоматери. Слава о чудесах Курской каренной иконы Дошло и до Москвы. В 1597 году Царь Федор Иванович Пожелал поклониться иконе в столице. Царь приказал ставить ее В кипарисовую раму, Тем самым увеличив размером. Икону украсили дорогим окладом. Во время Гражданской войны 1912-1920 года Икона была выведена На пароходе Святого Николая В Константинополь. В 1944 году Она доставлена в Мюнхем. Затем В 1951 году В Соединенные Штаты Америки. С 1957 года Икона прибывает В Знаменском соборе Русской Православной Церкви В Нью-Йорке. Одна из самых почитательных икон Икона Георгия Победоносца. Георгий Победоносец Первым числится Среди мучеников-христиан. Узнав о гонениях на христиан, Он приказал Раздать все свое имущество бедным, А после этого Явился к императору И сказал Долго ли тебе Воздвигать гонения на христиан? Святого Георгия Копиями выгнали из собрания, Заковали ноги в колодки, А на грудь положили Огромный камень, Который не позволял ему двигаться. Иператор приказал Подвергнуть юношу Жестоким мучением. Георгия привязали к колесу, Которому было утыкано Множество копий. Кольцо стало вращаться И рвать его тело на части. Вдруг грянул гром, И ангел, и Божий ангел Сошел с небес. И явился перед колесом Обогренного кровью мученика. Никто не осмелился Подойти к колесу. Георгий снял с себя путы, Сошел с колеса И пристал перед народом. Здравий. После этого случая Многие поверили в христианство. Множество страданий Перенес еще Георгий. Его били воловыми жилами. Заставляли бегать в сапогах, Внутри которых были гвозди. От бессильной ярости Император приказал казнить его. И 23 августа 303 года до нашей эры Георгий отрубили голову. Церковь за мучения Георгия И победу над мучителями Назвала его победоносцем. 17 столетий произошло Со дня казни Георгия, Но его слава Ничуть не повлекла. В честь его Строятся храмы, Рисуются иконы, Но на старых иконах Он изображается без копья, А после крестовых походов Его стали изображать Поражающим змеем. С 14 века Князь Дмитрий Донской При князе Дмитрии Донском Великомучин Георгий Стал покровителем Москвы И всего московского княжества. С 15 века Все чаще начинает Использоваться в государственной всеволике И скоро стал одним символом Русской государственности. Одним из самых почитаемых святых на Руси Является Николай Чудотворец. Он родился в Потарах В Минишней Великии В семье знатных и богатых родителей. Воспитывали его в вере Христовой. Он с детства показывал Великое благочестие и любовь к Богу И прошел обряд посвящения Вместе со своим дядем-епископом. Много великих и славных чудес При жизни своей сотворил И на земле, и на море Этот великий угодник Божий. Он помогал утопающим, Избавлял узников из плена, Помогал людям в различных бедах. Спаситель Николай Он дожил до глубокой старости И скончался после непродолжительной болезни. Тело его было погребено В городе Мира, нынешней Турции. Среди множества чудес Особое место занимает Совершенные из чудеса им на водах. Одним из таких чудес является то, Что он предвидел трагедию на море И своими молитвами успокоил его. Николай Чудотворец Является самым почитаемым на Руси И в честь его в каждом городе Практически в каждом городе Находится храм И на Руси их рассчитывается около сотни. Икона Божьей Матери Семистрельная Символизирует глубокую скольфь Владычицы, испытанные при виде Крестных мук и предвечного Сына Иисуса Христа. Семь стрел, пронзающих тело Пречистых, означают полноту страданий Богородицы. Кроме того, они обозначают И семь главных человеческих Смертельных грехов, которые Богородица способна увидеть в каждом человеческом Сердце. Этнографический тип иконы Богоматерь без Богомладенца. Перед этой иконой молятся об умягчении Злых сердец, о прекращении вражды Между близкими людьми и о рождении Людей в чувство милосердия. Многие стараются купить эту христианскую Икону в свои дома как символ защиты Не только от врагов и преступников, Но и от недоброжелателей, которые просто Могут нанести вред семье. Все, чего оберегает икона Пресвятой Божией Матери Семистрельная, Имея для жизни православного человека Огромное значение. Многие, уезжая из дома, имея в нем Икону Семистрельницу, могут быть уверены, Что их дом под хорошей защитой. Основным местом, куда принято вешать Эту икону, принята входная дверь. Именно напротив входной двери Или над входной дверью вешают Образ Семистрельной Богородицы. Дата празднования этой иконы 26 августа. При знании иконописи искусством Составной частью культуры сыграло свою положительную роль. Для икон стали открывать двери музея, Куда поступали древние иконы. Собранные коллекционерами и иконы закрываемых храмов. С послевоенных лет, когда начал возрождаться интерес К национальной культуре, икона, Как явление этой культуры, Начала возвращаться в... Блин, опять... Происходящие сейчас в нашем обществе процессы Уже привели к тому, что древняя икона возвращается в храм И возвращается молительное слово Обращение человека к Богу. О, слово! В таинстве рождаясь, Хранишь в себе раствор с былым, Гнилую душу покидая, Само становишься гнилым. О, слово! Дух вдохновения! Что значишь ты в любой судьбе, Когда погибель или спасение Зависят от любви к тебе? Храните слово с колыбели, Перевевая чистотой, Чтоб матери, как прежде, Пели на певы Родины Святой. Спасайте слово всенабадно От мерзких уст Заморской тли. Оно воздаст тысячекратно Спасением родной земли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У высоких барах Водор шестый и свежий, И до розовых алк, И молкливые бежи. Я в топе, Беларусь, Усень сердца хилюся, За тебе, Беларусь, С верой Богу молюсь. Ни войны, ни враги, Ни блоков, ни корей, Только веры молю, Дай нам веры по-боле. АПЛОДИСМЕНТЫ Где ты, пёска моя, Дуб в горе один, Что мне, крикость моя, Что мне, горьки полы. Я в топе, Беларусь, Усень сердца хилюся, За тебе, Беларусь, С верой Богу молюсь я. Ни войны, ни дады, Ни блоков, ни корей, Только веры молю, Дай нам веры по-боле. Я хочу, как у всех Люди жули в свете, Бога просят, держи, Беларусь, Пусть и я дети Ни войны, ни беды, Ни блоков, ни корей, Только веры молю, Дай нам веры по-боле. Ни войны, ни беды, Ни блоков, ни корей, Только веры молю, Дай нам веры по-боле. Вам понравилось? Да! Спасибо скажем детям, которые готовили, Галине Алексеевне и Леониде Сергеевне. Побольше пообщались, Ну-ка узнали, я думаю, Ветковский музей, Потом выступление отца в саду, Встреча с вами. Вчера был хор «Грубная музыка» И вас был хор «Грубная музыка» И сегодня вот такое чудесное, Закрюченное мероприятие. У вас есть какие-то дополнения? Кто хочет выступить? Два слова, два, три, пять. У нас в гостях, Ну, во-первых, Это наш руководитель Кружка журналистов, Лученко Наталья Анатольевна. Также Наталья Анатольевна является Журналистом И редактором газеты Сапкором По Губинской области На Сталинской газеты. Два слова скажите нам, Наталья Анатольевна, пожалуйста. Спасибо большое. Я уже не первый раз На ваших лицейских мероприятиях. Всегда как-то в душе Такое непонятное чувство. Ну, я пользуюсь моментом, Просто хочу сказать огромное спасибо Вообще всем ребятам, Потому что это, наверное, Наш костяк области здесь собран, да? Бесспорно. И хочу сказать особое спасибо Своим детям, Которые находят желание, Находят время, терпение Ходить ко мне на кружок И работают над лицейским вестником. По сути, это уже целая лицейская Как бы газета, да? Поэтому большое спасибо девочкам. И один мальчик у нас есть В этом году, что очень радует. Ну, а ребят, которые хотят Попробовать себя в творческой Писательской, мы, конечно, ждем, Приглашаем, приходите, пишите. Звоните, будем очень рады. Всем большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ